Доброе воскресное утро! Сегодня рецептом воскресного завтрака с нами поделится олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин. Доброе утро! Доброе утро, Алексей! Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо, во-первых, доброе утро, что пригласили, потому что я безумно счастлив этой возможности быть теперь уже у соседей, наших самых близких. И небольшую тайну открою, я живу где-то в 20 километрах от Москвы, но вот прямо по прямой к вам в Минск, Минское шоссе, 20 километров. Я сегодня думаю утром, а почему бы мне выехать не в сторону Москвы, а завернуть к вам в гости, тем более вы пригласили меня. Ну и правильное решение вы приняли, как раз-таки успели к завтраку. Успел к завтраку, хоть это и не мой конек, как говорят многие фигуристы, но вспомнили, да, сегодня о тех зрителях, которые помнят эти выражения тулуп, луц. Ну тулуп, я думаю, более частый термин, который звучит у нас в народах. Ну это ведь один из самых зрелищных, да, элементов в фигурном катании, ну по крайней мере мой любимый. Потому что всегда ждешь вот этого момента именно. То есть зрелищный тройной все-таки тулуп. Ну да, но тулуп. Тогда уже и четверной. Четверной, конечно. Но знаете, во всем есть свои положительные, также и отрицательные стороны. Это как мы берем продукты питания, которые нам сегодня помогут. Кстати, о продукте питания, что сегодня будем готовить? Воскресный завтрак. О чем, а мы поговорим чуть позже, но также, казалось бы, да, две параллельные прямые никогда не пересекаются. Но возьмем фигурное катание, мы уже затронули тему значимости каких-то определенных элементов. Тулуп плюс, на самом деле, это не важно. Самое важное, это то, что мы видим их в совокупности и какой эффект они проявляют на нас. Также и в продуктах питания мы видим, да, помидорки черри, салат, лук, креветки, икра, не баклажановая, красная, авокадо, сыр. Вот тут уже вода немного поднагревается. Алексей, вы нам намекаете на то, что не важно, как я это буду все тут делать и миксовать. Я знаю, что это будет сделано с любовью, как и все те программы, которые мы творим под руководством Илья Вербуха в фигурном мире. Также и здесь, в мире очень сложном кулинарии, конечно же, мы видим те блюда, которые подают нам шеф-повара. Я не шеф-повар, я просто человек, который... А вот предпочтения какие? Вот что любимое? Утро. Вот утром, утром. Утром я люблю... Что едят олимпийские чемпионы? Бесслышный звонок на телефоне, я люблю тишину, закрытые занавески, и чтобы это утро уже плавно перетекало в день. Я человек абсолютно не утренний, но так сложилось, и мы сами понимаем, что ради работы, ради достижения каких-то результатов приходится вставать утром. Но утром, раньше это было 15 минут, ты готов уже выйти и совершать какие-то поступки, но седые немного виски, две дочки дают понимание нашим дорогим телезрителям, что времени умолимо бережит вперед, и уже 15 минут не хватает для того, чтобы собраться. Вот прекрасный настрой. Вот интересно, вот семья и две дочки когда-нибудь пробовали завтрак в исполнении любимого папы? Либо сегодня только... Баловал папа или когда-нибудь? Только нам удастся это. Яишенкой. Младшей, которой 6,5 месяцев, она предпочитает пока еще определенного рода продукты, которые практически не меняются на протяжении уже этих месяцев. Ну, это понятно. Да, мы немного уходим вперед к моей старшей дочери, 6,5 лет ей. Я, поскольку Таня больше акцент удивляет младшей Мишель, я больше со старшей Лизой, встаю в 7.30 утра. И как... и тут же ты вспоминаешь, когда начинаешь будить Лизу, ты вспоминаешь, как тебя мама в твоем детстве будила, и ты говорил, ну, мамочка, я тебя умоляю, пожалуйста, еще, ну, 5 минут. Или я заболел, самое главное. Нет. Я, кажется, заболел. Нам нельзя было болеть, потому что меня отдали в мир фигурного катания специально, чтобы я был здоровым. Так что вот эта отговорка уже не подходила. Так вот, с утра мамочка, пожалуйста, 5 минут, и она соглашалась, что только с тем условием, что потом тебя не надо будет уже тормошить. И ты понимаешь, эти милые глазки Лизы, папочка, ну, может, еще минут 5-10. И ты так ложишься под бочок, думаешь, ну, а что нет-то, а что нет-то, и ты ложишься с ней. Потом, естественно, готовлю я ей завтрак. Так. Но в основном стандарт утром это вот эти какие-то хлопья, их они особо... Быстрый завтрак. А все-таки с хлопьями, видишь, ты понимаешь, я-то думал, что если тихое утро, значит, никаких хрустяшек, а здесь вот, оказывается. Ну, ребенку-то можно хлопья, а сами как диету какую-то блюдете? Диету, да, конечно же, в меньшей степени, нежели наши прекрасные девушки в спорте. И также, если сравнить меня, день сегодняшний и меня в прошлом. В то время, в прошлом, я понимал, через что проходит каждая женщина, каждая женщина, живущая на планете Земля, которая хочет нравиться мужчинам. Конечно же, она заботится о том, как она в первую очередь выглядит. Питание, вот питание, вопрос питания встает всегда. Спасибо вам за это, я вижу первого мужчину, который... Прошел, прошел, и поверьте мне, даже доходил до того, просыпаешься, так сколько, ага, неплохо, обычно после сна же ты меньше весишь. Буквально проходит пять минут, ты не ел, не пил, ничего. Опять встаешь, потому что зациклен на этом питании, зациклен на своем весе. И что, и другой вес будет? Конечно, другой, попробуй. Мозги тяжелеют просто, когда ты постоянно думаешь о весе. А я воды из атмосферы понабрал, так? Как губка походил. Я серьезно, посмотрите, и грамм сто, например, сто пятьдесят, ты прибавляешь, думаешь, а как так? А, я понял. Одеваешься просто. Нет. Нет? Я исключил вот эти все погрешности. Значит, будем выяснять. Это утро. Вместе с нами встречает известный российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Теперь уже какой-то, так чувствую, шеф-повар будущего ресторана. Кстати, о том, о чем мы уже подзабыли, и это может быть хорошо, но все-таки, что очень важно. С чего все начиналось? Сейчас фигурное катание – это что-то очень популярное. Огромное количество ледовых дворцов, катки во дворах, во дворах школ, где угодно. Достаточное количество снаряжения и коньки, и костюмы. А вот в 80-е, когда для вас все начиналось, ведь намного сложнее было. Поверьте, все было гораздо проще. Проще, наоборот. Да, я согласен с вами, что на протяжении многих лет, если мы говорим о Российской Федерации, то нашими спортсменами, фигуристами было завоевано огромное количество медалей, которые сделали, если приплюсовать сюда еще многочисленные телевизионные проекты, ледниковые периоды. Они, конечно, вознесли фигурное катание на необычайно высокий уровень. Но если мы возвращаемся вот в эти 80-е, когда я совершал свои первые шаги на ледовой сцене, то что хочешь отметить, почему фигурное катание? Ну, понятно, первая причина, потому что мальчик Леша немного простужался часто, и его надо было лечить. Давайте отдадим его в спорт. Какой спорт? Выбрали тот спорт, который был очень популярен в стране. Мы помним, что футбол, хоккей и фигурное катание, собственно, три таких топовых видах спорта были, из которых выбирали. Просто увидела мама объявление про фигурное катание, вот так я оказался в фигурном катании. Но, конечно же, в последнее время это правда, и мы становимся свидетелями этого развития. Огромное количество ледовых площадок построено вообще по всему миру. Ну, мы говорим сейчас о России, о вас, и в Беларуси мы выступали достаточно часто. Появилась возможность у детишек, у родителей приводить своих детей и заниматься фигурным катанием. Так что, в принципе, это положительные тенденции. А не было желания спрыгнуть как раз с фигурного катания, вот как раз в хоккей или в футбол? Тоже как-никак на свежем воздухе, да и для мальчика? Спрыгнуть были такие какие-то насмешки в мою сторону. Ну, ааа, в белых коньках катаешься. Ну, это понятно, это традиционная шутка от твоих одноклассников. Но я говорил, подождите, придет время, я в черных буду кататься. А сейчас у меня бабушка работала в ателье, она мне сошьет черные чехлы, и мне она шила тряпочные черные чехлы. И я вот так катался и чувствовал себя уже совсем полноценным. Там, видите, что мужчина... Ничего, это нормальный процесс на кухне иногда. Это рабочий момент, как говорится. Можно радоваться, что ничего не взорвалось. Да, здесь у нас варятся креветки, но мы не будем их варить до того момента, когда они скажут уже все, дайте мне выйти из ауны. Они уже готовы. Чуть-чуть еще. Да. Все вот. Алексей, а удалось вам уже познакомиться, может, с какими-то ледовыми площадками, например, Минска? Успели оценить? И вообще в Минске вы не в первый раз? В Минске нередкий гость. Но у нас, как и в любом действии, есть как положительные, так и отрицательные стороны. Приезжаем буквально впритык, выступаем, сразу уезжаем. И это касается не только Минска, к сожалению, касается многих городов, где нам хотелось бы просто погулять. Появилось окошечко в этом темном туннеле. Это наши гастроли с ледовым спектаклем «Кармен», которые пройдут на нашей любимой Минск-арене в декабре этого года. Но это не просто шоу фигурного катания, к чему привыкли, наверное, минчане или гости столицы Беларуси. Это театр. А вот что это, Алексей, я позволю себе вас все-таки перебить и оставить вот эту вот интригу, да, и продолжить разговор именно о гастролях. Хорошо, подробнее о спектакле «Кармен» мы поговорим чуть позже. Но благодаря этим гастролям мы не приедем на один вечер. И когда мы выступаем, уезжаем, а мы будем на шести спектаклях. Поэтому у нас у всех будет возможность прогуляться, познакомиться с красотой. И это прекрасно. Жень, и тогда у нас будет еще одна возможность попробовать завтрак в исполнении. А вот что касается мастер-классов, возможно ли мастер-классы для белорусской молодежи? До раскатки основных фигуристов мы постоянно меняемся, мы проводим мастер-классы с юным поколением. Кто знает, может быть, эти самые детки, которые на тебя смотрят, им вообще не важно, что ты им скажешь, куда там ножку повернуть и так далее. Так же, как я относился к тем людям, которые уже были олимпийскими чемпионами. Но я просто, вау, ничего себе, это значит, это может произойти. И кто знает, может быть, через какое-то время мы с вами будем сидеть, или без меня, вы будете здесь судьи, приглашать у того человека, которому мы давали мастер-класс. Да, мы на это очень надеемся. И спасибо огромное за то, что такая же надежда и такая вера присутствуют и в ваших словах. Друзья, в преддверии новогодних праздников с 15 по 18 декабря на Минской арене пройдут премьерные показы масштабной ледовой постановки «Кармен». Подробнее о предстоящих гастролях сегодня узнаем у олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2002 года, многократного чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Алексея Ягудина. Доброе утро еще раз. Еще раз вам доброе утро. Мы продолжаем нашу беседу. Алексей, мы подобрались, собственно, к главному поводу нашей беседы, наконец-таки. Маленькое предисловие, ну, по той информации, которая есть у нас, мировая премьера мюзикла состоялась в прошлом году в Сочи, да? И это шоу собирается с гастролями не только к нам, но и во многие страны ближнего и дальнего зарубежья, да? Расскажите подробнее. Абсолютно вы сообщили верную информацию. Мы действительно, можно так сказать, открыли мировой тур в городе Сочи в прошлом году, в прошлом летом. Как я говорил ранее, это уже не просто шоу фигуристов, это не просто ледовое шоу. Это полноценный ледовый мюзикл, это спектакль. И я приглашаю, кстати, на наши спектакли не просто людей, которым нравится фигурное катание. Я приглашаю всех любителей, ценителей живого вокала, игры на инструментальных... На живых инструментах. Конечно же, фигурное катание. Плюс людей, кто любит цирковое искусство, тех людей, которые любят танцы, но не на льду, а на паркете, на своем танцполе. Потому что вот это все, это и есть основа спектакля «Кармен». Но я вас хочу чуть-чуть... Расстроить? Наоборот. Сейчас про цены на шоу будет. Ой, известно история. Нет, я вам хочу сказать, мы все привыкли. «Кармен» — это та история, которая заканчивается... Не очень. Не очень. А у нас, благодаря Илье Эвербуху, который вынашил достаточно долгую идею, у него чуть-чуть другое видение. Он создал свою «Кармен». Не, понятно, «Кармен», судьба ее... Но снова классическая остается. Да. Да? Но есть... Это как, знаете, как новогодняя елка. Елка есть? Есть. Неважно, большая или маленькая. Но, а вот какие на ней украшения, это уже зависит от того, кто ее украшает. Илья Эвербух — тот человек, который украшает. Нет, не... Ну, быки-то вряд ли. А я вот... Правда это или нет? Я слышала, что какая-то подружка у «Кармен» появится. Вот. Это чтобы соперникам не нужно было драться. Вот подругу возьмите. Что одна должна из-за вас тут страдать. Действительно, есть подруга и в самом конце... Ну, привет, да, «Кармен». И все, занавес. Как печально. У нас немного другое окончание этого спектакля. У нас выступает... Кстати, выступала и «Живая лошадь». Я не знаю, будет она в Минске. На коньках? Или нет. Ты знаешь, вот после спектакля так 50-го, я думал, что попроси. Чуть не бюджетный вариант, там все-таки четыре копыта, четыре конька, а не два. Ну, если коров ставят на коньки, как мы знаем по-присказке, то может быть есть. Это вы намекаете на ледовый проект? Вообще не намекаю. Так, «Кармен» — это мюзикл. Вот мы про вокал тут уже заговорили. А петь-то кто будет? Фигуристы? Нет, петь будут... Там каждый занимается, грубо говоря, своей профессией. А вот если бы вы еще и пели... Знаете, у меня был... И так столько всего, и так хочется уже поскорей бы зима, несмотря на то, что лето, хочется увидеть эти шоу. Потому что то, что уже сообщили, та информация, которую мы получили, она произвела свой эффект. Уже очень хочется увидеть. Ну, а все-таки, а Кармен, кто она? Кто она? Она Татьяна Навка. Ну, еще бы. Вы знаете, возникают... Неважно, какое ты произведение показываешь зрителю, все равно есть и люди, которые положительно относятся, а те люди, которые всегда найдут, к чему придраться. Сразу возникают вопросы. Как долгое время меня спрашивают, а почему ты не женат? Я говорю, ну какая разница? Дети, мы живем вместе, у нас все хорошо. Но все равно, понимаете, а женился для того, что... Они говорят, а почему ты женился? Почему вот сейчас? А почему ты женат сейчас? Почему в Красноярске? Я говорю, а потому что, чтобы вы больше не задавали этих вопросов. Но вопрос становится еще больше. Они говорят, а почему Таня была не в белом платье? А почему в Красноярске? А почему именно сейчас? Я говорю, ну что она тебе развести? Ой, пфу. Что нам, что сделать, чтобы... Чтобы вопросы... Но это как в армии. Почему в шапке, почему без шапки? Поэтому... Поэтому и в нашем спектакле, а почему Кармен блондинка? Но здесь... А мне кажется, здесь вот как раз все очень даже логично. Если вспомнить 2006 год, как раз тогда Кармен и Татьяна Навка встретились. Встретились, да. И причем как встретились. Вот тогда появилась та самая Кармен, мне кажется. А дальше уже... А чуть ранее в 97-м появился еще Ториадор, потому что под Кармен Ториадор я выступал на, по-моему, своем первом чемпионате мира и завоевал первую медаль этого первенства. Поэтому здесь все... Я и вообще не спорю. Алексей, а вот все-таки ваша роль в мюзикле? Ториадора. Ториадор. Собственно, жизнь продолжается. И смешно, да, звучит... А ты кем, например, был в прошлой новогодней сказке? А, попугаем, понятно. А в этой Карлсон? А сейчас-то кто Ториадор? Как? Как? Ну вот, потому что есть Илья, Илья, который нам дает вот этот плацдарм для того, чтобы мы развивались. И он развивается вместе с нами. И самое главное, что в нашем коллективе, этот коллектив, кстати, более 60 человек приедет. Это те люди, которые задействованы. Помимо тех людей, которые, собственно, играют не маленькие роли, а значимые. Это и костюмеры и так далее, и так далее. Это огромный коллектив приедет с декорациями и так далее. По-настоящему лед и пламя. С 15 по 18 декабря на Минской арене пройдут премьерные показы ледового мюзикла «Кармен». И сегодня у нас в гостях король льда, олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягунин. Доброе утро. Доброе утро, Алексей. Ну что мы... Мы уже, по-моему, так долго готовим, что, можно сказать, ужин-то готов будет. Вот, что еще у меня. Да, доброе утро, друзья. Доброе. И все-таки продолжаем говорить про мюзикл «Кармен», потому что, ну, рассказать есть что и много чего, и не хотелось бы ничего упустить. Упомянули про лед и пламя. Ну, лед, понятно, это наша основа. А огонь будет? Огонь в прямом смысле. В прямом смысле этого слова. Огонь будет не только, как мы надеемся, в глазах у наших зрителей, мы надеемся, что этот огонь мы также будем разжигать в наших сердцах и душах, когда мы будем выступать. Но и огонь будет на льду, мы его будем зажигать. Огонь будет гореть. Поверьте. Очень много спецэффектов. И опять же мы говорили о том, что, может быть, пять лет назад мы были не готовы внутренне. И пришел тот момент, когда и мы готовы, безумно красивые декорации, специальные, такие уже, как мы говорим, профессионалы приезжали и все это строили масштабно. И несмотря на то, что все, казалось бы, гонятся за экономикой, и понятно, что зарабатывать тоже нужно, Илья сделал так, может быть, даже в ущерб себе. В основном спектакли на льду, если они таковые вообще происходят, шоу на льду, мы обрезаем для задника, для того места, где спортсмены готовятся, обрезаем короткую часть. Но и в Сочи, и я думаю, что в Минск арену мы будем идти. То есть вся сцена будет у людей перед глазами. И не будет такого, что кто-то сидит сбоку и видит только наши внушительные носы. Профили. Это, кстати, полезная информация для приобретения билетов. Алексей, кстати, вот как раз вы неоднократно говорили о том, что теперь мы готовы внутренне, теперь все по-другому. Благодарили и ледовое шоу телевизионного формата. А вот каково это совмещать спортсмена и актера? Мы знаем, что спортсмены – это люди волевые, это люди, как сказал тренер, так они и будут действовать. У них нет никаких отвлечений на «Ой, вы знаете, это не мое, это противоречит моему внутреннему миру». А актеры как раз вот могут позволить себе такие ремарки. Вот каково это совмещать? Были ли сложности? Как бы соглашусь и не соглашусь, потому что это больше, чем спорт. Это игра на льду. Поэтому так или иначе мы уже, можно сказать, были такими первоклашками и актеришками, когда еще были в спорте, потому что все равно, может быть, элементы играли значимую роль. А впоследствии мы переросли уже из этого перевеса технического в перевес театра. Но никаких поблажек нет. И меня недавно спросили, Алексей, ну ты уже какой раз? Потому что мы отыграли больше ста спектаклей «Кармен». Он говорит, а как ты, наверное, не нервничаешь уже? Я говорю, вы знаете, если я буду выходить на тот или иной спектакль и не нервничать, значит, пора раздеваться, вешать коньки и заниматься чем-то другим. Мы не живем без адреналина. Кстати, о чем-то другом. А коньки-то уже ведь удавалось повесить? Потому что есть роли и в кино. Я вообще привержен из того, чтобы не зацикливаться над чем-то. Я понимаю, что спорт, фигурное катание, мюзиклы, театры, ледовые постановки, рано или поздно это закончится. Нужно все-таки думать о будущем сейчас, а не о том, как мы привыкли. Ой, а что я не катаюсь больше? А что я буду делать? А что делать? Да, что делать? Кстати, этот вопрос волнует очень многих спортсменов. Потому что спорт, мы знаем, мы на пенсию ходим достаточно рано. Поэтому были опыты и записи нескольких музыкальных треков с Викторией Дайнека. Что, собственно, подвело черту в моем поиске себя, может быть, как певца. Я думаю, что туда я точно не полезу. Дальше были театральные постановки. Я сыграл 4 или 5 спектаклей. Были даже спектакли всего на двоих. Были спектакли в стихах. Это колоссальный опыт. Но самое главное, что вот из этого темного такого коридора, по которому ты шел в спорте, Татьяна Тарасова, открыла тебе дверь, такой, вау, значит, есть еще и другие двери, зажгла мне свет. Но дальше, естественно, все равно все в этой жизни, как и то, что я сейчас готовлю, все в наших руках. Поэтому дальше я и стараюсь развиваться. Это проведение каких-то определенных лекций, мастер-классы, проведение зарядок массовых для того, чтобы привнести спорт в массы. Конечно же, продолжаем выступать на коньках. И театр, кино, это продолжение той творческой деятельности, которой мы занимались на протяжении многих лет. И все-таки немножечко вернемся в Кармен. Да, конечно. Скажите, а вот планируется ли показать Кармен в самой Испании? Илья создал тот продукт, который мы можем смело вывозить за границу. И в рамках мирового турне, которое начинается у нас, помимо нашей страны, мы, собственно, к вам едем в дальнейшем. В январе 2017 года уже мы едем в Англию. Поэтому Кармен, я уверен, будет иметь очень длинный творческий путь. И, конечно... Широк на географии. Да, и я открою небольшой тоже занавес. Нам всегда волнительно, даже если Илья есть. Ну, казалось бы, да, он поставил, он репетировал. Но уже Илья, давай, улетай в Москву, занимайся другими проектами. Ну, нам спокойнее, чем когда он постоянно на трибуне. И он говорит, все-все, значит, все замечательно, я улетаю. И на следующий день видишь опять его. А все приходят расслабленные. Ну, в кавычках. Ну, понимаешь, что немного поспокойнее сегодня будет. Мы говорим, Илья, что случилось? Он говорит, а ты знаешь, я вот решил вот это чуть-чуть изменить ситуацию. Каждый день он что-то дорабатывал на протяжении нескольких месяцев. А в этом году это будет не то, что сюрприз, в этом сюрприза нет. Это будет очень приятное дополнение. Моя жена Таня Татьмяевна готовилась стать мамой второй раз прошлым летом. Она не принимала участия в наших спектаклях «Кармен». В этом году она будет. И я безумно рад, что теперь мы с ней, как кочевники, такие... И не исключено, что это будет подруга «Кармен». Ну что ж, в этом мы разберемся в декабре. Друзья, сегодня все утро с нами известный российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, многократный чемпион Бира и Европы, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин. Доброе утро! Доброе утро опять. Я знаю, почему вы постоянно повторяете мои регалии, кто у нас в студии. Знаете, человек посмотрел первую порцию, заснул, опять просыпается, передача. И вновь у нас в студии Алексей Ягудин, многократный чемпионат Европы. У нас народ подтягивается к нашей беседе. Для того, чтобы нас смотрит не один человек. Просто кто-то ждал-ждал завтрак, и думает, ну сколько можно ждать уже? Леху, ну приготовь ты чего-нибудь. Вот он. Ну вот он, он готов. Все-таки перед тем, как мы попробуем наш воскресный завтрак, мы говорим всегда об отдыхе, уже отвлекаемся от работы, говорим о семье. Мы знаем, что у вас две прекрасные дочурки. Маленькая еще, понятно, не выбрала, чем бы она хотела заниматься. И, собственно, коньки еще пока на нее не наденешь. А вот с Елизаветой-то как? С Елизаветой все дела обстоят потрясающе. Она занимается спортом, потому что мы приверженцы того, что неважно, какой твой род деятельности в будущем будет. Спорт – это как завтрак с утра. Он должен присутствовать. Ну не, ну понятно, что можно заменить, можно выпить чашечку кофе. Кому как, понятно. Но спорт, друзья, занимайтесь спортом, ну хотя бы 5 минут, 10 минут вашего времени. Поверьте, в сутках у вас ничего не поменяется, но поменяется потом. Вы поменяетесь в будущем. Вы будете здоровы, счастливы и будете иметь возможность, так как я, например, сейчас, ну хотя я не такой уж и старый, хотя седые виски, ну неважно, у меня есть возможность наслаждаться этой жизнью, у меня есть возможность наслаждаться своей второй половинкой. И, конечно, смотреть, как развиваются, как взрослеют мои замечательные дочки. Занимайтесь спортом, бегайте, отжимайтесь, приседайте. Не нужны все эти сложные тренажеры, где ты там полчаса стоишь. Думаю, в 3 минуты планки. В день уже попробуй. Все. Попробуй кто-нибудь сделать. Или помогите женам своему брать квартиру. Вот, прекрасный вариант. Видите, как я откликнула. Причем, заметьте, совет олимпийского чемпиона. А вот есть ли такое гнездышко, куда? От всех забот, от всех заданий, от работы вы уезжаете, прячетесь, находите свой покой, наслаждаетесь семейным, уютным и теплом. Хотел бы сейчас сказать, рассказать о том месте, где я могу закрыться и побыть один. Нет такого места. Я не хочу, чтобы оно появлялось. Понятно, мы все устаем рано или поздно. Но уезжая куда-то отдыхать и буквально проведя один день на солнце и купаясь в бассейне, в море, неважно, я опять включаю телефон, я включаю эти мобильные гаджеты, я не могу без общения, я не могу без какого-то движения. Это как, я не знаю, как недострой. Пускай для многих это печальная история, это дом, который постоянно строится. И вы, для того, чтобы увидеть, занять лучшие места, вы стараетесь, вы бежите наверх. И постоянно, даже если вы остановились, передохните. Но поверьте, если вы пойдете вниз, неинтересно, вы там уже были. Если вы будете вечно стоять на одном месте, вы уже этот пролет облюбовали, и все вы знаете. Стремитесь вперед, стремитесь наслаждаться этой жизнью. Вытаскивайте из себя что-нибудь позитивное. Мне кажется, это призыв. Стремимся вперед, и сейчас будем наслаждаться жизнью в виде салата. Ну и вправду. Вам вперед, а смазаны ко мне. Пожалуйста. А красиво получилось-то очень. Красиво не то слово. И вкусно. Мне кажется, six, point zero, six, point zero, six, point zero. Это прошлое. Прошлое, к которому мы привыкли. Здесь как раз одного человека еще не хватает, которому поставил тот легендарный six, point zero. Пользуюсь как бы правом положить себе чуть-чуть, потому что я во время готовки, мы знаем, что мы не можем устоять. Все наши гости всегда забирают с собой то, что приготовили. Да, поэтому мы, собственно, не переживаем, что вы так мало себе положили. А посуду? Посуду тоже можно. Тоже можно помыть потом, да. Да, тем более я к этому призывал. Ну что? Авокадо, коветки, да? Да. Все как ты любишь. Да, обожаю. Мне все нравится. Особенно икра, конечно. Очень вкусно. Я знал, друзья, у меня был вариант еще добавить лук. Но я решил, зачем портить кому-то выходные. Потом угол теория спросят, извините, у нас написано был лук, где, почему не отчитались? Не важно, что в этом салате утреннем, креветки, авокадо, салат, помидоры, черри, была возможность у лука втиснуться в эти плотные ряды продуктов. Это не важно. Самое главное, что мы это делаем не просто, мы делаем это для наших любимых. Надо жить, любить и постоянно улыбаться. Потому что улыбкой, когда ты идешь по улице, вы идете по улице, мы видим улыбки у прохожих. Нам становится, наоборот, приятно. Я прошу прощения, но нам срочно нужно записать рецепт. Нурочка, продиктуй, пожалуйста, нашим зрителям, из чего же состоится чудо-салат. Что мне остается добавить? Записывайте рецепт нашего воскресного завтрака. Салат Кармен. Креветки отварить, авокадо и томаты черри нарезать. Добавить тертый сыр, икру и листья салата. Заправить оливковым маслом, посолить и перемешать. Приятного аппетита! Дамы и господа, ну и сейчас, после того, как рецепт легендарного салата уже записан, осталось выслушать утреннее пожелание. Ну, во-первых, друзья, доброго вам утра, доброго вам дня. Помните, я это всегда желаю, будучи оптимистом. Улыбайтесь, находите самые яркие моменты, пытайтесь их дарить вашим вторым, может быть, половинкам. Вообще семья – это, конечно же, основа нашей земли. Ну, а я, будучи спортсменом, будучи до сих пор еще в мире фигурного катания, театра, кино, призываю всех вас, приглашаю вас посетить наш ледовый спектакль «Кармен» в декабре, ледовая арена «Минск». Приходите, поверьте, я редко, что-то так откровенно обещаю, потому что обещать надо, когда ты полностью уверен, что это действительно сбоится. А я обещаю вам, что вы не пожалеете. Мы постараемся достучаться до каждого из вас и сделать все возможное для того, чтобы этот вечер и это время, которое вы нам доверите, не забудьте никогда следить. За информацию о нашем ледовом спектакле и билеты появятся в продаже очень скоро. До новых встреч. Алексей, спасибо вам огромное, что вы пришли в нашу студию. И вот, знаете, говорили о том гнездышке, где можно спрятаться, укрыться и что-то там переждать. Оно все-таки должно быть у каждого человека. Пускай это будет один день, но он будет. И пускай это будет «Минск». Мы будем очень рады и счастливы, если вы будете почаще к нам заглядывать в гости. Спасибо большое за приглашение. Ну что, Жень, тебе на обед? Ну, естественно, и на ужин. Дайте по мне. С такой-то компанией и на завтрак. Друзья, мне остается сказать, что это утро по-настоящему историческим стало благодаря легенде фигурного катания олимпийскому чемпиону 2002 года, многократному чемпиону мира и Европы Алексею Ягудину. Ну, а также этим воскресным утром вместе с вами были, как всегда, Евгений Булко. И Ольга Богатыревича. Всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока. Пока. Вкусно, очень-очень вкусно. Субтитры подогнал «Симон»